В поселке Колосово Григориопольского района вчера отметили День Ивана Купалы. Это древний славянский праздник, который в последние годы стали вспоминать. На таких гуляниях поют, прыгают через костер и гадают, кто быстрее выйдет замуж. Что празднуете? Ивана Купала. В ночь 6 на 7 июля отмечают праздник Ивана Купала. И в поселке Колосово есть традиция, нужно в парадной одежде, в белых рубахах и с венком на голове пройтись по всему селу до местного озера. Мужчины у нас тоже в парадной форме, вот в белых рубахах и даже в белые брюки нашли. Мы отмечаем его каждый год. Ну, празднуем на озере у нас. Ну, всем нравится. Расскажите, что за венок такой интересный, огромный? Мы будем сейчас идти в шествие и будем вплетать туда цветы и травы. Это такая традиция, обычная? Да, да. Что за травы здесь? Должны быть какие-то специальные травы? Нет, все травы, которые растут у нас в лесу, которые целебные, мы будем их собирать и вплетать. Прекрасная атмосфера, озеро и лето. Отдыхаем, веселимся. Первый раз празднуете? Нет. Что самое любимое в этот праздник? Купаться в озере. Можно залазить в воду? Конечно. А есть поверье, что в Ивана Купала залезать нельзя, потому что у тебя русалки утопят? Мы вместе. У нас не водится. Мы сами русалки. Местные нарвали цветы и теперь привязываем их к общему венку. Завязывают ленточку для здоровья, на счастье, на удачу, на любовь. Кто должен завязывать? Молодые или все равно? Завязывают все. Здоровье хотят все. Удачу хотят все. И, конечно, кто хочет влюбиться, то найти свою пару хочет. Завязывают. На улице жара 36 градусов. Многие не выдержали и сели в автобус. Несмотря на это, традиции сохраняются? Как думаете? Конечно. И вот детки говорили, давайте садимся в автобус. Вы маленькие, тяжело идти. Они говорят, нет, нам интересно. И вот они и идут. Несмотря на паящее солнце, мы дошли до местного озера. Здесь будут мастер-классы. Будем по обычаям выпускать венки на воду. Ну и разожжем костер, если успеем. Один из самых популярных обычаев на Ивана Купала это сплести венок и пустить его на воду. Девчонки будут это делать только ночью. Нас уже, к сожалению, в это время не будет. Но они согласились сплести мне венок, исполнить мою давнюю мечту, чтобы я пустила его на воду. Девчонки. Что за венок? Что за цветы используете? Каркас у нас ива. На него мы будем навязывать травы лечебные. У нас есть ромашка, есть фенхель, есть полынь. У нас много трав. Мы ходили перед началом праздника. Вот утром мы приезжали сюда, собирали. Если венок не отойдет от берега, то значит не видать девушке замужества в течение года. Если венок утонет, то не судьба сбыться женскому счастью. Но мы начали с плохого. Если венок поплывет, то значит девушка в ближайшее время встретит свое будущее. Но вообще, если венок где-то словит молодой юноша, то значит это твоя судьба. Ну что, любимого на том берегу нет, поэтому посмотрим, что получится. В общем, поехали. Ну, вроде бы не тонет, плывет. Плывет, он плывет. Это значит, что я скоро выйду замуж. В завершении праздника здесь разожгут костер. Это символ очищения от грехов и нечисти. А еще, если влюбленная пара перепрыгнет через этот костер, не распустив руки, то у них будет долгий, крепкий и счастливый брак. Алина Ганган, Василий Гриб, ТСВ.